Всем привет дорогие зрители, с вами Сергей Мангуст, я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня вас ожидает очередное видео по фарминг симулятор 17, сегодня будем играть с Максоном. Привет Максон! Всем привет! Сегодня будем с ним играть, так что давайте вначале начинаем, ребята, около своего дома. Садимся в копеечку, копеечка Мангуст Гейминг, видите тут номера, все Мангуст. Все как надо, тонировочка, спойлер, тюнинг, все просто по красоте. Все, поехали забирать Макса. У нас сегодня будет, ребята, очень тяжелый день, он и так уже очень тяжелый, потому что, считай, мы с Максом сегодня перевезли очень огромное количество поросят. Просто у нас сегодня задание от нашего колхоза перевезти поросят, их очень много. Вот смотрите, сейчас я Макса заберу, к базе подъедем, давай. На ходу прям так дверку. Давай, здорово Макс. Ой, здорово. Так, ты что-то давай, 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 наперед, 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 ага, все. Так, закрываем двери. Все, поехали. У нас сегодня прям реально очень сложный день с Максом. Мы вывозим поросят, там было в районе тысячи штук, просто. И колхоз решил их все, кстати, подрифтим, ребята, чуть-чуть. Видали как? Сейчас для вас просто. Ставьте лайки, ребята, кстати, пишите комментарии. Как всегда, лучший комментарий. Только не на крышу. Отлично. Я уж испугался. Ребята, все для вас. Да е-мое. Прямо реально все для вас. Подрифтил, перевернулся. Ну, просто, да, жесть, жесть, полетали. Нормально, на работу поехали. Нормально. Ладно. Ну, такая машина, она прям, она очень хорошо тряхтит и очень хорошо переворачивается просто. Вот. Так что мы решили пообедать попозже. Мы вот уехали с ним в районе, там, пол-пол-пят, пол-третьего. И опять поехали на работу. Так что, ребят, сейчас возвращаемся на базу. Он тут, видите, долбит-долбит нормально на значок. Возвращаемся на базу и забираем свою машину. Текст. Погнали, глушим. Так, давай, выходи. Да, все, давай. Пойду ворота открывать. Давай, давай, я тоже сейчас вышел. Так, у меня до конца не закрылась моя машина. Блин, давай, открывай пока ворота. Сейчас, ребята, будем доставлять этих поросят на продажу. То есть, еще надо ходочки сделать, пару ходочек. Вот, тут у нас манчик вот такой и Вольво. Я, наверное, сейчас на Вольво. Потом, потом, ребята, будем меняться. Давайте заводим их. Сейчас заберем прицепчики для перевозки скота. В эти прицепы влазят 42 поросенка. Так что, сейчас заберем. Вот они такие черненькие, здесь уже стоят. Поработали. Так, что у нас по мощности машин получается? Смотрите. На Вольво 750 лошадок. Это FX-16. И у Макса манчик. Манчик TGS. На 580 вроде как лошадок. Но хотя на борту написано, почему 480. Я так и не понял. Мне кажется, что там 580. Сейчас я посмотрю. Так, где у нас ман? Что, в самом конце, что ли, я его пропустил? А, вот он. Написано 580. На борту написано 480. Это я немножко не понял. То есть, а может и нет таких 580. Это просто по игре так прописано. Ну, не знаю. В общем, это новые маны. Мы их заменили. То есть, если помните, кто стримчики смотрел, эти маны у нас были обычные. Которые стандартные от игры. А сейчас поставили другие маны. Вот эти. С Агротрукмаш. Как-то так. Ну, Агротракс, короче. Потому что те маны, они вот просто в горку не тянули. Вот мы сейчас, смотрите. У нас есть прицепы 2 по 100 тонн. Да, это много, согласен. Но, в принципе, машины мощные должны тянуть. Что-то там Максон отстал. Да, так потихоньку еду. Потихонечку. Вот, у нас есть такие мощные. И, считай, вот этот манчик тот, он не тянул. Вот эту горку, вот всё, он не мог затянуть. Ну, понятно, 200 тонн, там было 380 лошадок. Он останавливался, да, у тебя просто? Ну, да, он вот там, где ты сейчас едешь, я там остановился. И всё, у меня вниз потихоньку покатился. Да, он просто, ребята, останавливается. Так, вот она, дорожка дальше, поехали. Давай, я тебя подожду. Давай, залетай быстрее. Вот, и поэтому я решил поменять их на более мощные маны. Маны просто мне тоже нравятся. Хорошо они подходят под ферму, мне кажется. Вот Вольво даже, может быть, не совсем хорошо подходит. Но эта Вольво клёвая, это SVB Вольво, она просто вообще... Тут работает много чего, всякие фары, дворники, вон, круиз-контроль, видите, можно включать. Спид, контроль скорости, аварийку, можно всё, что угодно, можно отсюда включить. Просто, просто клёвая Вольво. А тут что у нас, свеклы, нифига свеклы привезли, да? Да, много. Вот, я что-то говорил, что это, у меня прям поражают вот эти перегородки стеклянные, я не знаю, такая жесть. Просто такая жесть. Там, ты считаешь, там миллион двести тонн, ну, литров, миллион двести литров. И они как-то ещё выдерживают эти перегородки. Предлагаю так, смотри, надо у животных ещё почистить, поэтому я сейчас загружусь. Возьму МТЗ-шку, а ты этот подгонишь. Хорошо. Как его, УАЗик, подгонишь. Так, назад тогда поменяемся, я опять манчик возьму и поедем продавать. Ну, у нас тут, видите, мазурики стоят. Так, сейчас подгоним поближе к МТЗ-шке, чтобы пешком не ходить. Тут что-то трава скошенная какая-то, странно. Как будто здесь что-то было установлено. Так, вот такая буханочка. Не буханочка, а как головастики они называются, да, вроде? Вот эти, да, головастики. Головастики. Вот такой вот головастик прикольный прям, вообще, такой он чёткий. Не знаю, прям, один из самых, наверное, моих любимых модов. Он прям классный, как настоящий прям. Так, сейчас я, ребята, здесь надо очень аккуратно. Мне нужно забрать вот эту последнюю. Оп, всё, забрал. Всё, выезжаем. Сейчас здесь почистим и поехали к поросятам. Там у них почистим. Я, кстати, вот такой МТЗ в реальной жизни только 10.25 видел. Вот 10.25 он ехал прям на трассе. Чистил, не чистил, а газонокосильщик типа. Тоже вот колёса вот так вот разнесены. Прям один в один. Только 10.25. Ну, тоже так неуклюже выглядят. Вот когда они колёса разнесены, они так неуклюже выглядят просто. Всё нормально. А, и 63 осталось. Опа, опять вышел. Да потому что 63 осталось, я промахнулся. Кстати, можешь знаешь, куда отвезти? Куда? Ой. Можешь сейчас вот отвезти там, где он стоял. Там есть кормосмеситель. Туда выгрузят кукрузу как раз. Хорошо. Так, а чё он? Он у тебя полный, да? Полный, полный, полный. Поэтому он у меня и высыпал его. Эх. Проезжай, проезжай сейчас вот так вот. О, всё, давай, высыпай туда. Всё, порося там почистили, ты загрузился, да? Да. Всё, хорошо. Я трактор здесь оставляю, я побежал. Я тогда сейчас на этом, на манчике поеду. Блин, ты аварийчики, всё как надо поставил. Так, ребят, тут у нас охранник, видите, стоит, охраняет наших ещё поросят, курей, чтобы их никто не украл. Так, всё, приезжай. Не знаю, кто начал выиграть. В смысле? Надо было по ровне подъехать. Да ладно, ладно, нормально. Он всё равно забирает. Тут триггер большой. О, кстати, прикольно, как на мане это. Видел, где поворотники находятся? Да, да, да. Отдельным таким этим. То есть чему-то не там внизу, а именно отдельно. Ну чё, рванули, давай заводись. За мной прицепись там на фоллуме. Хорошо. Потому что там сейчас будет спуск такой красивый, будем там съезжать. Давай, цепанулся? Да. Всё, давай, поехали. Просто он чё-то как-то кружит непонятно. Нормально. А, он типа за мной как-то. Кружит типа за мной. Главное, главное с этими поросятами в реку не упасть. А то сейчас заедем. О, там комбайн у нас с Рассельмаштайд. Будет его закрыть или... Хотя ладно, пусть стоит он как закрыть. Туда ещё класс надо было. Класс туда завести. Да, не, вот он для уборки поля подготовил. Владос, Владос хотел зайти походу. Видят сервак открытый, хотел закрыть. Ой, хотел зайти. Так, ну чё, давай, поехали сейчас. По красоте покажу зрителям как раз. Ребята, смотрите, какая красота. Ставьте лайки за такую красоту. Смотрите, едем по дамбе. Просто круто. Жук, сейчас ещё спуск будет, ребята. Никуда не переключайтесь. Сейчас очень клёвый и красивый будет спуск. Будем спускаться с этой горной местности. Прям я специально вот Макс попросил, чтобы он прицепился, чтобы тачка прям чётко ехала за мной. Я сейчас вам буду всё это дело показывать. Мне главное самому сейчас никуда ещё не влететь. И будет тогда нормально. Так, может это аварички давай врубим? А, он же повторяет за мной. А, да. Он же должен сам, да, он должен включить. Включил? Не, не, он сам включил. Ну, он сам включил, да, аварички? Да, да, да. И если я, видишь, свет буду, тоже он включает. Он всё повторяет за мной. Всё, ребят, на аваричках едем, чтобы аккуратненько никуда не улететь. Вот такая вот красота здесь открывается. Просто супер. Вот там и Киев вдалеке виднеется. Там вот город, видите? Вон там стройка, кстати. Чё-то мне эта стройка напомнила нашу GTA 5, когда мы с тобой играли на стройке. Серёж, включили проблесковые мэчки. А, да-да-да, вот это правильно. Всё, и проблесковые ребята включили. Хотя это не опасный груз, но всё равно, да, мы как колонна идём. Ну. А смотри, как ты видел там, как противотуманки у меня? А смотри, это да, я думал, это противотуманки, это проблесковые. Да-да-да. Видишь, это у тебя круто? Блин, в воле вообще просто огонь. Так, ну когда спустимся, аварийки можно отключать. Просто здесь опасный такой спуск. Так, вот так вот. Ага, всё. Так, аварийки давай отрубаем. Всё, можешь отцепляться, давай, можешь сам поехать. Да-да, я сам. Поехали. Всё, ребята, делаю вид от первого лица. Там просто такую красоту я не мог вам не показать. То есть от первого лица это было бы кощунство с моей стороны. Ну реально, красотища просто вот на этом спуске суперская. Ещё там, когда изначально играешь, там камень, ребята, стоит. То есть вообще вначале там не проехать. Чтобы эти камни убрать, там нужно сколько-то отдать. Я не помню сколько, вроде 30, наверное, тысяч евро. Или, ну, что-то такое. Ну, сумма небольшая для того, когда ты уже развился. Для начала, конечно, большая. А потом, потом уже небольшая. Вот тут поста охраны мы специально поставили, чтобы технику не воровали. То есть около у каждого поста охраны есть какой-то радиус действия. Этот радиус... Ну да-ну, да. У камеры также, по-моему. Да, есть ещё камеры, есть ещё камеры, но поста они покруче. То есть у них радиус действия больше. Кстати, чё-то ни одной машины нет около Меги, Икея. Ну, Мега. А, ну. Чё-то я когда машину Ниву покупал здесь, здесь столько народу было. Реально, чё-то прямо. А сейчас никого нету, непонятно. А, может быть, это из-за трафика? Трафик, наверное, отключённый, поэтому чё-то я трафик забыл включить. Так, ну вот мы, ребята, подъехали к этому месту. Вот это интересно, чё такое, какая-то разгрузка непонятная. Сейчас посмотрим. И вот, а вот там чё вдалеке. Сходи сбегай, Макс, посмотри, чё там вот за башни две такие зелёные. Ещё сейчас, блин. Можешь чё покупать можно? Давай. А ты можешь дай, дай, а, ладно. Кстати, да, вот, ребята, ещё один момент. Ещё один момент. Сейчас пока Макс там сбегает, посмотрит, чё это за фигня такая. Ещё один момент. Мы вот тут продавали, возили. Короче, смотрите, чё получается. Видите, цена, вот я продал, 22 тысячи... 25 тысяч 200, получается, за 42 поросёнка. А когда Макс будет продавать, то есть вот он, не я, допустим, сяду на его машину, а он сам продаст, то есть цена будет вообще другая. То есть там за 400, то есть я поросёнка за 600 продаю, а он продаст это дело по 400. Ну чё там, Макс? Там, типа, навоз хранится, по идее, так. Чё, покупать оттуда можно или чё? Да нет. Ну, чисто, ну, это так. Тут же, как бы, этих коров-то разводят. А, ну тут не совсем, тут животных просто. Ну, животных, да. Да, животных. Типа туда сливаются у них, да, получается? Да, да, да. Вот, видите, 25. То есть я вот, когда Макс продаю, давай, я тогда на Вальвахе поеду, ты на мальчик, садись назад. А когда Макс, Макс получается, то цена, блин, дешевле. Чё-то фигня какая-то непонятная. Кстати, там ещё лошади, пойду сбегаю, посмотрю, чё там за лошади. Это просто, наверное, как это. Зон, ну как, сделано. О, двери открываются, нифига себе. А чё это такое-то? Ух ты, тут какой-то загончик. Нифига себе. Лошадка. У меня есть мод на лошади, можно на лошадей что-нибудь, можно придумать что-нибудь такое. Интересненькое здесь. Ребята, давайте, ну-ка, предложите свои идеи в комментариях. Ребята, очень сейчас прошу, предлагайте идеи по фарминг-симулятору, потому что чё-то у меня прям мозг вообще, знаете, насчёт видосиков уже не могу. Чё-то придумать такое прикольненькое. Уже, знаете, вот как это есть, снимаешь-снимаешь, и потом у тебя, ну как вот, начинается такой период, когда ничего в голову не лезет, просто вот ничего. Вот сегодня просто играли, решили отвезти, допустим, животных. Но вы, кстати, писали, отвезти животных там для бабушки, для дедушки, можно такое тоже, подарить там корову, знаешь, можно. А там же ещё такая деревка есть маленькая специально. Да, 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 вот я вроде видел таких, там две коровы вроде как раз помещаются. Да, да. Вот можно чё-то с коровами сделать. Так что, ребята, пишите ваши варианты комментариев. Обязательно ставьте лайки, чем больше будет лайков, тем больше будет просмотров, тем больше будет подписок, ребята. Так что, давайте, помогите, поддерживайте, обязательно ставьте, не жалейте. Вам не сложно, мне будет очень приятно знать, что делаю я это не зря. Так, ну что, возвращаемся на базу, через город поедем или как? Да, давай, так может, ну хотя бы одна поехали через город. Давай-давай, через город, только там, я не знаю, как переезд за... А, ну мы сразу уйдём. Да, да. Всё, поехали через город, да. Так. На заправку будем завезать. А у нас что по топливу? У меня полная. Не, у меня полная. Да, да, поехали. Тут кто-то МТЗ-ку, смотри, сено кто-то собирает с левой стороны. Ну. Ты видишь, собака гонится за этой, за котом? Да, да. Как собака за котом гонится. Так, а я чтобы сейчас это, я за тобой зацепился. Я буду ехать и показывать зрителям. Ты главное резко не тормози. О, окей. О, а чё ты тут... О, я только сейчас узнал, знаешь чё? Да. Что можно по одному метру настраивать ещё этот фоллумер. А, ну там зажимаешь, да? Зажимаешь, да, я только сейчас узнал. Какая себе красота такая, едем прям вообще по красоте. Давай ты аккуратненько так едь там по полосам. Слева завод. Справа, справа. Слева. Не, почему слева? А, и слева завод ездил. Ух ты, это какая-то типа ТЭЦ. Ну да. Ух, как красиво, смотрите. Тихо. Успел затормозить. А чё тут такое? А, нам налево уходить, ага. Понял. Видишь, когда... О, ТЮКИ надо собирать, смотри, Суктяков. Да, кстати. Это я наделал, ТЮКИ надо будет их собирать что-то вообще. Ребята, кто... У кого есть лицуха, кто хочет поиграть с нами, тот можете это, писать заявки, ну, типа, или заходить в Дискорд. Ну, я не знаю, у многих ли лицуха есть именно. Лицуха не игры, ребята, а карты Даров Кавказа, потому что играем мы на версии 2.0.6, те могут с нами поиграть. Кто тут оставил? Ну, на самом деле, я даже сам жалею, что я на Лицухе начал играть. Так бы с ребятами можно было 2.03, там, не знаю, в чём разница, так бы можно было поиграть. А так, так не у всех есть, то есть надо искать людей. Так, Владос там пытался зайти, сейчас мы его примем тогда, после ролика, ролик запишем. Так, ну что, мы возвращаемся, наша... Так, дальше, 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 дальше. Давай попробуем по грязи проехать, если что, там... Ты меня... Давай прям с разгончику так. Давай, давай. Разгоняйся, давай, давай, прям, я за тобой поеду. Как они вообще? Прямо, прям по центру вот. Давай, 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 давай. Ооо! Ё-моё, а я-то остановился. А, да. Брёт, слушай. Нормально так, ребят. Нифига себе. А, всё. Устал, что ли? Угу. А, ну всё, надо ещё с трактора вызывать, чтобы я подъехал. Подожди, подожди, подожди. Я поближе здесь. О, всё, выехал. Но с разгона... Ой, ядрит, мадрит, давай на мойку. Там мойка где-то около этого. Дальше, 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 дальше. Она там где-то... Где мы прицепы обычно оставляли? Офигеть, я говорю, мы грязные стали. Заехали, называется. Вот она где-то. Вот стоит, да, справа? Нет? А, так, подожди, где мойка? Дальше давай, поехали. Налево. Сейчас, если что, я куплю тогда её. Где-то здесь должна была быть, около этого автосервиса. Не, я не вижу. Ну, давай я тогда сюда её куплю, подожди. А там на въезде нету? Не, на въезде нет. Ну, давай я тогда сюда её куплю, прямо около автосервиса сейчас поставлю. Давай. Так, у меня мойка, вот она, да, статичные объекты. Так. Давайте, ребята, сейчас вот сюда её... Опа! Всё, поставил. Давай, подгоняем. Давай, подгоняем моё тоже тогда, подгоняем, помою. А, ну, можно было дальше, я бы тогда сразу две машины... А, ну, давай. А, ну, сейчас эту подгоняем. Ну, тут смотри, насколько она может, вон, насколько удаляться. То есть тут можно дальше. Слава богу, она быстро моется. Надо было на... Стой, стой, стой. На фолуми надо было зацепить её. Так, колёса. Помыли. Вот это я понимаю. Ого, Вальваха, вообще, как из этого. Я не узнаю. Так, всё, эту можешь ставить. Сейчас Вальву отмываем. Заехали, называется, в грязь, попробовали. Всё, испачкались просто в умат. Ну, Вальву, Вальву, кстати, помедленнее отмывается. То есть, манчик моментом отмылся. Так, колёса тоже сейчас обдадим. Судя, колёса ты будешь на мане показывать? А, колёса, да-да-да, не показал, ребята. Ну, сейчас мы когда будем, там ты гаражи пока открой. И будем одновременно заезжать тогда. Я покажу ребятам это, колёса. То есть, очень прикольно на мане, очень классные колёса. Сейчас я покажу вообще разницу. То есть, видите, Вальва, да? У нас шоссейные идут колёса. То есть, обычные такие шоссейные. Поэтому я говорю, как бы, Вальва даже не так сильно подходит под ферму, нежели вот это манчик. А что ты, колёса помыть хочешь? Да не, я здесь... Давай-давай, я колёса помою, кстати, ему. А, давай. Как раз покажу. Видели, да, ребята, на Вальве, какие колёса? То есть, обычные шоссейные. А на мане, вот, смотрите. Видите, какие? Сейчас я покажу ещё вообще, чё выбор, какой есть. А, ну я не смогу показать, там деньги надо. Почему здесь? Ты сможешь показать? А, можно, да? Сейчас попробую. Вот, смотрите, есть тоже шоссейные, как у этого. Как у Вальва. А есть вот такие вот. Вот эти, кстати, нам больше всего понравились. Это Нокиан называются. Так, убираем. Кстати, маном с Польши пригнали. С Польши, да-да-да, в польский, кстати, ман. Вот, смотрите, колёса, да, чёткие, в принципе. Нам больше всего они понравились. А есть вот такие ещё. Есть обычные 6х6, а есть 6х6. Кстати, база другая есть. Вот такие вот, смотрите. О, видали? Смотри, какие вот, от трактора, блин. Реально от трактора, колёса от трактора. Но такие, как-то, не знаю, они не смотрятся, мне кажется, на машине. Они же узкие такие. А, ну да. А, они узкие, это знаешь, что такое? Это для поливочника. То есть, если поливать, знаешь, поливать вот на мане, наверное, вот что-то типа такого. А, ну да. Есть же такие. Ну, короче, самые клёвые, это вот эти, 6х6 Нокиан. Кстати, здесь 0 стоит, да деньги даже тратить не надо. Я его, может, их покупал. Ну что, давай парковать тогда, машина. Давай. Заканчивать сегодняшний видосик. Ребята, если вам понравилось, обязательно ставьте лукос и подписывайтесь на канал. Ещё будет много интересных видосиков по ферме, по спинтайрсу, по евротраку, по сити кардрайвинг. Ещё я тут GTA-шку, ребята, планирую. То есть, уже снял, да, уже снял я ролик. Ещё планирую GTA-шку, так что подписывайтесь на канал, ребята, много ещё интересного будет. Опять же, подсказывайте ваши варианты РП-шек. Давай, выходи, закрою. Опять же, подсказывайте свои варианты РП, ребята, в комментариях сейчас очень важно. Прям вот идейки, давайте, ваши свежие мысли. Будет интересно почитать. Вот, чтобы я знал хотя бы, что снять. А тут что-то вообще прям голова просто забита. Забита тем, забита не тем, как говорится. То есть, не знаю, что снимать. Ну, вот такой вот получился ролик. Всем спасибо, кто смотрел. Спасибо за внимание. Пока-пока, до скорых встреч.